Хочу поприветствовать наших гостей, которые прибыли из 21 страны, которые представляют коммунистические левые рабочие партии. Мы собрались для обсуждения очень важных проблем, проблем, которые связаны с деятельностью коммунистов в парламентах разного уровня, для защиты своих интересов, интересов трудящихся в борьбе за мир, социальный прогресс и подлинную демократию. Я хочу от имени Центрального комитета нашей фракции и всех депутатов о Компартии России представляют в различных уровнях парламента России 11 тысяч депутатов. Хочу вас всех поприветствовать, поздравить и поблагодарить за то, что вы дружно приехали на нашу очередную встречу. Мы с вами собрались в очень ответственное время и очень важно рассмотреть все вызовы, которые стоят перед народно-патриотическими левыми коммунистическими силами в борьбе за интересы трудящихся. Планета охвачена системным кризисом. Хочу вам напомнить еще раз, что за 200 лет истории капитализма было 12 крупных кризисов. Два последних системных в прошлом веке закончились двумя мировыми войнами, в центре которых оказалась наша страна. Из Первой мировой войны ее вытаскивал Великий Октябрь, социалистическая революция, народная советская власть, которая сумела собрать страну воедино, провести великолепную индустриализацию и культурную революцию и создать на планете одно из лучших и самых эффективных социалистических государств. Из следующего кризиса, который породил Вторую мировую войну, вытащил наш союз патриотических сил, когда объединились по знаменам Красной Армии все, кому дорог был мир и кто готов воевать был против фашизма. Хочу сказать, что объединились коммунисты всех народов и народностей для того, чтобы одержать победу в мае 1945 года, и мы все вместе с вами гордимся этой исторической победой. Сегодня этот кризис охватил почти 200 стран. И снова на планете запахло войной. Трудящиеся теряют свои социальные завоевания. Агрессивные силы империализма готовы порождать неонацизм, антисемитизм и неофашизм, который по сути дела сегодня заявил о себе в полной мере рядом в братской Украине. Мы все очень пристально и внимательно изучаем и следим за событиями, которые там развернулись, но жители нашей страны никогда не предполагали, что в Киеве возьмут власть силы, которые продолжают нацистские фашистские традиции и первыми своими законами приняли решение о запрете русского языка, о пропаганде, открытой пропаганде нацизма и поругании всех элементарных международных норм. Сегодня нам всем угрожают три опасности. Это прежде всего неравенство, национальные проблемы, которые обострились во многих странах, и слом баланса сил, который складывался после Второй мировой войны и который обеспечил устойчивость мира и уберег мир от новой войны. Что касается неравенства, я недавно был приятно удивлен, когда три нобелевских лауреата Соединенных Штатов Америки, три крупнейших ученых, обратились к общественности США, что им тоже угрожает неравенство. Всего один процент граждан США владеют третью национального богатства. Они сравнили эту ситуацию с преддверием Великой депрессии и предложили целый ряд конкретных мер для того, чтобы выдвести страну из кризиса. Все эти меры носят социализированный характер, я сейчас о них скажу. Но это неравенство поразило и Российскую Федерацию. Сегодня у нас 110 семей владеют третью национального богатства. Это всего 440 человек, незаконно присвоили себе треть национального богатства и хранят деньги в чужих банках, не вкладывают в развитие реального производства и всячески поощряют коррупцию, пытаются ликвидировать последние демократические завоевания. В этой связи проблема неравенства сегодня находится в центре внимания и каждая политическая партия предлагает свои решения. Меня приятно удивило и поразило, что Нобелевский лауреат из США предложили меры совершенно социализированного характера. Они настаивают на том, чтобы эта богатейшая страна вкладывала прежде всего ресурсы в образование, здравоохранение и подготовку кадров. Они требуют о том, чтобы вводилась здесь прогрессивная, более жесткая шкала налогов на власть имущих для того, чтобы дополнительные резервы и средства направить на поддержку тем, кому трудно, на поддержку бедняков. Они настаивают на том, чтобы минимальные зарплаты и пособия были существенно повышены. Они требуют того, чтобы был ограничен спекулятивный бизнес и более активно развивать науку и научно-технический прогресс. Слово сказать, такого рода меры во многом соответствуют и той программе, с которой Компартия России выступила в Государственной Думе по выводу Российской Федерации из кризиса. Хочу подчеркнуть, что национальные отношения прежде всего обострились потому, что это неравенство, в том числе и национальной почве, сегодня является вызывающим. Мы специально провели пленум по решению проблем национальных отношений и сделали вывод лишь социалистическое устройство, идеала социализма и дружбы народов способны преодолеть эти противоречия и обеспечить мир и нормальное развитие, достойное развитие всех народов, которые проживают в нашей стране. А в нашей стране проживает 180 народов и народностей, и в этом отношении для нас дружба и братство народов является главной политической задачей. Что касается слома баланса сил на планете, то сегодня расширение НАТО на восток урожает практически всем, в том числе и европейским народам. Наша страна после Великой Отечественной войны в баланс интересов и в баланс сил вложила огромные ресурсы. Мы создали ракетно-ядерный паритет, мы обеспечили устойчивость мира на планете, все делали для того, чтобы воздать самые агрессивные силы. Сегодня этот баланс усилиями американцев и натовцев продолжает разрушаться. Разрушение этого баланса уже привело к агрессии в Югославии, в Ираке, в Афганистане, в Ливии, в Сирии. Сегодня пытаются перетащить этот агрессивный очаг на территорию братской Украины. Я хочу, чтобы наши гости прекрасно понимали, что нет семьи в Российской Федерации, которая была не имела родственников на Украине. В Севастополь защищали все народы. Крым освобождали, и в этом году, в мае-апреле, исполняется 70 лет освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И в это время предлагают в Киеве новую незаконную власть, чтобы туда врывались банды бандеровцев, которые громили цен Киева и наводили в Крыму свой порядок, по сути дела, бандеровский, нацистский, в своей сущности фашистский. Ни один нормальный человек ни в Крыму, ни на Украине, ни в России с этим никак согласиться не может. Поэтому вы должны с пониманием относиться к тому, что в Российской Федерации проявляют активно солидарность прежде всего с украинским народом, всеми народами Крыма в борьбе за законное решение проблем, которые возникли в Радской Украине. И то соглашение, которое было подписано, и в соответствии с соглашением должно формироваться правительство народных интересов, оно было выброшено и новой властью Киева не выполняется. Мы настаиваем на том, чтобы последовательно выполнялись все договоренности, обеспечив полноценный демократический процесс в ходе выборной кампании. Пока таких условий для нормальных выборов на Украине нет и при этой власти не предвидится. В целом наметился левый поворот в мире. Я внимательно следил за событиями, которые были на 44-й встрече в Давосе. И порадовало обращение Папы Ринского Франциска, который прямо заявил, что мир требует справедливости, что богатство должно служить всем людям планеты, а не отдельным группировкам и не отдельным правительствам. В этом отношении справедливость должна восторжествовать. Что касается нашей финансо-экономической ситуации, то она по-прежнему остается сложной. Хочу вам напомнить, что в прошлом году из двухсот стран, которые попали в яму кризиса, эффективно работали около полутора десятков. Самой эффективной оказалась социалистическая экономика братского Китая. Китай дал прибавку в экономике по ВВП почти 8%. Очень уверенно работала социалистическая экономика Вьетнама. Китайцам и вьетнамцам удалось соединить возможности государственного регулирования с возможностями рынка умной социальной политикой, политической стабильностью и очень грамотной информационной политикой, направленной на укрепление отечественной экономики, подготовки кадров и укрепление развития своих международных рынков. Мы считаем, что опыт, который имела советская страна в 20-е и 30-е годы по преодолению кризиса, опыт Китая и других стран по преодолению нынешнего кризиса заслужит особого внимания. Не случайно мы расширили свои связи и контакты. Наша партия подписала договоренности о развитии этих отношений с Компартией Китая, Вьетнама и многих других, эти договоренности успешно выполняются. Мы активно используем три формы борьбы, отстаивая интересы трудящих. В парламентах практически всех республик, краевобластей работают наши фракции и работают весьма успешно. Мы в прошлом году провели съезд депутатов всех уровней, который прошел в главном зале страны и которые приняли наказы всех избирателей. Без исключения в каждом районе и городе мы организовали свои приемные и граждане на встречах дали нам свои наказы, что они легли в основу нашей экономической, финансовой и социальной политики, которую мы реализуем в проектах, законах, внесенную как в Государственную Думу, так и в местные парламенты. Ключевым законом является закон образования для всех и развития науки. И мы продолжаем борьбу за внедрение его в реальную социальную жизнь Российской Федерации. Подготовлен закон о промышленной политике, который требует необходимых вложений в развитие реального сектора производства. Какого закона размещения производительных сил и стратегическом планировании, что дает устойчивость развития различных регионов и ведущих секторов нашей экономики. Мы сочетаем парламентские формы борьбы с активной работой в защите интересов трудящихся уличных акций, шествиях и манифестаций. Практически ежемесячно проводим такого рода акции по всей стране, и они дают определенный успех в достижении наших политических целей. Исключительное значение в новых условиях на фоне кризиса является программная работа партии. Мы подготовили программу вывода страны из кризиса, которую обнародовали и которая была и остается главным документом в ходе как местных выборов депутаты, так и выборы Государственной Думы и президента. Подготовлены 24 отраслевые программы развития различных отраслей и народного хозяйства страны. Многие из них реализуются на местах нашими депутатами и исполнительной властью, которую мы поддерживали и которая показывает пример активной работы. Мы считаем, что в целом эта деятельность даст свои позитивные результаты. Но для нас очень важным в условиях кризиса выслушать ваши советы, предложения и рекомендации. Не случайно мы проводим этот круглый стол в столь ответственное и исключительно важное время. Для нас оно не только важное с точки зрения социально-экономической, но очень важно и в политическом отношении. В этом году исполняется 70 лет освобождение Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Исполняется 70 лет освобождения Украины и Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. И совместные усилия всех левых сил коммунистов в борьбе с нацизмом и фашизмом в нынешнее время приобретают особый смысл и особое значение. Ибо победа над фашизмом в мае 1945-го, а в следующем году все человечество отметит 70-летие победы над фашизмом, это еще один пример и урок сложения всех усилий, всех прогрессивных сил в борьбе с самым большим злом, которое было на планете, фашизмом. В нынешних условиях, когда фашизм снова оголил свой оскал, показал свою человеконенавичническую сущность и хищническую политику, это единство приобретает исключительное значение и важность. И мы уже начали развернутую подготовку к столетию Великого Октября, которую будем отмечать в 2017 году. В целом, сегодняшний круглый стол обмен мнениями будет широко освещаться в российской печати, телевидении, в средствах массы информации. Думаю, что наша встреча даст новый толчок сплоченности и солидарности всех патриотических сил, всех левых сил в борьбе за мир, подлинную демократию и социализм. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...